Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня в коротком формате сделаем обзор наших Балаковских достопримечательностей. И у меня за спиной вы видите Центр культурного развития. Посмотрим, что изменилось с нашего последнего визита. Зайдем внутрь, увидим, как идет строительство. Ведь, насколько память не изменяет, это весной объект должен быть сдан. Ну, для начала на самой территории появились горы земли и щебня. Щебня достаточно много, видно, что техника работает, следы есть. То есть, я так понимаю, что идут работы по облагораживанию самого участка. То есть, выравнивать, наверное, грунт готовится уже к укладке твердого покрытия. Ну, сейчас все замерзше. Понятно, что работы, наверное, пока приостановлены. Вот села Богословка Пензенского района перевезена плитка и бордюрный камень. Ну, как и мы говорили, что готовится благоустройство. Наверное, заранее все закупили, дабы потом в строительный сезон не искать материал. Посмотрите, как четко сочетается серое с остальным всем серым и черным. То есть, радость не покинет больше нас. Внешне из видимых, вот добавили снега удержатели по всему периметру. Пока более ничего. И видеонаблюдение я вижу. Знаменитая кривая дверь с вырезом чуть больше. Хотя нам, по-моему, говорили, что двери либо другие будут, либо просто это закроет. Ну, видите, верхний рез кривой и вот выход такой пока нашелся. Заглушку пластиковую поставили. Здесь один кусок сэндвича не хватило. Видимо, вырезали под другой проем, а потом кусочек доставили. Красота. Пока отливы, наличники тоже ничего этого не присутствует. Вот, видите, вата как утеплитель в сэндвиче торчал. Так он всю зиму и простоял. Сколько он там воды набрал, не набрал, неизвестно. Линия саморезов, как бы лановых, уже не перекрутит, так они как и остались кривые. Такая вывеска у нас. Центр культурного развития. Красивый, яркий, приманивающий взгляд объект. Как нам сказали, при входе это класс детского творчества. Здесь пока черновой пол уложен. Стены штукатурены уже все. Ну и любимый Николай Васильевичем. Семиметровый каталог. Вот, я уже по Армстронг. Воздуховоды, вентиляция. Это санным узел. Тоже плитка уже вся. Вот такая плитка будет. Затирку уже сделана. Сами унитазы еще не установлены. Но плитка положена везде. Вот такие санузлы. Еще одна комната здесь. Только стяжка полу выполнена. Батарея. Не знаю, какое назначение у нее. И наверху вот система кондиционирования. Подвешена. На шпильках. Пока здесь Армстронг только готовится вешать. Ну потолки действительно, да. То есть все то пространство под Армстронгом будет пустым. Выходим в основной холл. То есть этот мы зашли с другого хода. Здесь тоже штукатурены все стены. Вот что у нас с потолком. То есть здесь вот как раз сходится на центральный опорный столб. Двутавры. Вентиляция. Кондиционирование тоже уже сделано. И от штукатуренной стены. Так, вот зал нам подсказывает. Зал хореографии. Столько у нас хореографов. Балакова. Здесь уже Армстронг вот под уклон. Видите, под разуклонку сделан. То есть он косой такой, сходится уже к несущей стене, которая на улице примыкает. Все. Балакова будет город хореографов. Скоро все закружатся в танце. Непонятно. Вот Надежда Вячеслава заметила, что где будут зеркала. В залах хореографии, как правило, делают всю стенку одну зеркальную. Но здесь, здесь двери. Там стекло. То есть на холл. Здесь тоже две двери. И здесь уже стена. Соответственно, с выходом стекла на улицу. Так что, не всегда хореографы будут видеть себя в отражении. А это столовая. Девчонки, он окна моет. Так пыгли. Сейчас посмотрим. Вот пищеблок. Уже электричка выведена. Плитка на полах. Ну и также потолки и вентиляция уже тоже сделаны. Так, а вот самое главное, это раздатошная касса. Плитка на стенах тоже уже есть. Здесь противопожарные двери стоят. Я так понимаю, здесь вот секции по приготовлению пищи. Все разделены. Мойка. Кухня. Еще одна противопожарка. Вроде бы. Сейчас посмотрим. На ней шилдика нет. Это, наверное, санузел тоже будет. Хотя нет, это выход вот на улицу. Вот такое интересное решение, видите, вот металлический. Двуталк такой здесь на болтах. Место для удара головой. Из столовой, я так понимаю, это сделан для погрузки-разгрузки. Здесь что? Закон, это санузел. Это для сотрудников, я так понимаю. Двери, замки хорошие, а двери такой себе. Не знаю, насколько в таком отделе прослужат они. Но они везде вот такие двери стоят. Ну, заблудиться тут можно как бы. Здесь тоже непонятно. Здесь, наверное, администрация какая-нибудь. Будет кабинет бухгалтера, калькулятора. И эта дверь, я так понимаю, тоже выходит. А, нет. Здесь тоже, наверное, санузел будет. Хотя нет. Канализации не выведена, батарея. Может быть, складская комната. Пока непонятного значения. Вот знаменитый потолок, уходящий в никуда. То есть так же оно строго будет. Вот видите, перегородка. Вот здесь вот насквоз уже идет. Так, вернулись в общий холл. Посмотрим, что у нас там с кинотеатром. Вот это забыл я, что за помещение. Сейчас мы обязательно спросим. Здесь, в принципе, все готово. Потолки сделаны, стены оштукатурены. Плитка лежит. И вот такая какая-то балка для гоу-гоу танцев. Или там, как там сейчас модно. Ну, конечно, некрасиво она выглядит. Металлический обход. Распорка здесь посредине. Мало с бредовым. Как-то ее декорировать, закрыть. Но непонятно как. Это что за комната вот эта? Это выставочный зал. Выставочный. А вот эта так она, ну, распорка такая остается. Да, конечно. Ну, вариантов здесь было немного. Либо потолки опускать, либо распорка остается. Понятно. Некрасиво, конечно, что-то декорировать. Да нет, разговаривали с заказчиками. Что, повесят что-нибудь. Так, идем в святая святых. Это, получается, оно самое большое помещение, да? Да, это самое не готовое помещение. Не готовое. Ну да, все отштукатурили. О! Музео соответствующее. Классное. Вот так вот будет выглядеть зона презентации здесь. Кресло-сидение. Вот в той части будет, я так понимаю, вот эта операторская, наверное, будка. И здесь сцена. То есть здесь сцена. Тем, наверное, регилям наверху будет подвешиваться рампы там и так далее. Вентиляция, воздуховод. Ну вот тоже вот по стене там, вот видите, идут трубы идут. Может быть они под шумоизоляцией будут прятаться, пока прям в тайне спускаются. Ну, в принципе, работы такие и остались. Монтажник, поклевка, армстронги. И основной вроде все стоит. Вот это зампрезентации, кинотеатр, как я назовусь. Здесь выход. Большой холл. То есть все территорию. С левой стороны это идет зал хореографии. Справа, то есть прямо по центру. Это гардеробная, она сейчас закрыта. Там стройматериал лежит. Но там нет ничего. Там пищеблок. Вот стекла, где девушки мой, как я уже показывал, заходил. Здесь выставочный зал, вот этот, с этой балкой, которая посередине. Еще правее. Это второй вход, наверное, за кулисью туда, в зал презентации кинотеатра. И все. Больше здесь ничего нет. Ну и вспомогательные комнаты для персонал. Грубо говоря, вот у нас идут саморезы. Это у нас панели прикручены клаферковым стойкам. Эти саморезы закрываются у нас начальниками. Ну вот, частично, нафиг делать. Я понял. Вот и вот так. И так же будет это закрываться. Вот у нас кассеты стоят. Это вот на декоративные пилоны. Вот на этот металл накручен. Между ними, да? А, или прямо на пилон. На них получается обрамляют. И вот здесь еще, ну, если эту стену смотреть, идут декоративные элементы. Они у нас... А, вот они еще. А, вот такие, да? Это вот такой же цвет. Так, столбы уже тоже, да, привезли освещение? Да, недавно у нас здесь. Ну, это, конечно, будет сроком. Ну, то есть срок у вас как бы идет до мая, да? До мая, да. То есть с прилегающей территории. Угу. Наружка тоже, да? Или нет? Вот, ну там, что мы видим. Угу. Типа фермы, скажем так. Они чисто декоративные. Это пилоны, да. А это обрамление пилоны. Все, вот такой вот. Вот и цвет такой будет. В общем, по итогам осмотра здания нам строители обещали, что в мае обязательно объект сдадут. Причем сдадут вместе с прилегающей территорией, с плиткой, с благоустройством. Ну, как говорится, будем посмотреть. Ну, вот те нюансы, которые мы обращали и в прошлый раз, и сейчас. Прораб нам, я так думаю, что он прораб не представился, объяснил, что вносили более 60 правок в проект. Проект очень сырой был. То есть я не понимаю, как так получается, поскольку аналогичные проекты были реализованы и в Республике Татарстана, и во многих других местах. Ну, хотя там бюджет был немного другой. В два раза, скажем так, больше. Вот, пояснил он назад у стену, там, например, что металлокаркас и внешняя стена сэндвичем по размерам. Два проектных раздела не совпадают даже просто по размерам. Вот, много нюансов. Ну, вот то, что мы обращали, там, кровельные саморезы криво, там, и так далее. Или вот, например, отлив там металлический кривой. Вот, видно, сказали, что все исправят, все закроется. Декоративными панелями мы их показывали. Вот, снаружи вид будет немного другой. Ну, как говорится, будем посмотреть. Ждем ввода в эксплуатацию. Ждем ввода в эксплуатацию.